Девушки отдыхают 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 можно сказать, что и сменили карту региона и карту событий в нашем регионе и на Ближнем Востоке. Но в этом контексте еще и развиваются наши университетские, наши научные и культурные взаимоотношения. В последние годы была создана ассоциация сотрудничества крупных университетов Ирана и России. Как раз эти ассоциации входят в ваш университет. Здесь 12-13 крупных университетов со стороны России и со стороны Ирана. Больше 10 крупных университетов участвуют. Состоялся саммит в 2015-м в Москве, потом в 2016-м в Тигране. А в этом году тоже как раз скоро состоит третий саммит университетов. Но и в контексте этого ассоциации и еще в двухсторонном виде тоже были подписаны многие документы между университетами Ирана и Россия. Я очень надеюсь, что наше сотрудничество в области технологии и науки и исследований тоже и в будущем наблюдает больше роста и больше развития. Потому что как раз у нас очень серьезные государственные отношения. Но между университетами, между элитами и международами как раз надо расширить эти отношения. Но рост уже наблюдается. Я только что нашему уважаемому генкунсулу господину Габалли спросил, сколько студентов здесь учатся. Он сказал в прошлом году 50. А в этом году уже 250 из Ирана учатся. Но вот если с этим темпом будут расти, конечно, и в Москву тоже приезжали много. И в Питере сейчас сотни студентов учатся и в других городах тоже. Поэтому у нас не только в области политики, не только в области экономики, но и по университетской линии тоже развиваются отношения. Как раз традиционно, как раз были отношения между иранскими университетами и российскими по иранистике, по востоковедению. Может быть, вам всем известно, что вообще в Российской Федерации началась иранистика именно из Казана. А потом отсюда несколько лет после того, что было основано здесь, профессора из Казана были где-то в середине XIX века. были приглашены в Петербург, и профессора, которые уже основали иранистику в Казане, основали и кафедрику иранистики в Петербурге. Значит, больше 200 лет имеет возраст иранистики в Казане и в Татарстане. Ну и последних лет тоже. Во время Советского Союза, конечно, многие эти связи были сорваны, но в 90-х возобновились эти отношения. И здесь коллеги и профессора персийского языка, они тоже, наверное, подтверждают, что уже тоже в последних лет стала традицией, что учители, студенты персийского языка езжают в Иран на повышение квалификации, участвуют. Поэтому вы можете не беспокоиться, вот как ответ на вопрос, что наш культурный центр предпосылства организует эти поездки. И несколько университетов в Иране, и университетов в Иране, и Бульяда, и СААДИ, фонд СААДИ тоже проводит регулярные, ежегодные, несколько раз в год курсы, на которые студенты могут участвовать на повышении квалификации. Поэтому вам придется только, чтобы учить персийский язык до такой уровня, чтобы вы могли участвовать на эти курсы повышения квалификации. Но вы, как студенты, которые изучаете персийский язык, изучаете и Иран, и иранистику, поэтому я надеюсь, что очень хорошо будете знакомиться с Ираном, и еще можете дать эту возможность, чтобы и здесь, в республике Татарстана, больше познакомились с Ираном. У нас общие традиции, общая история, общая культура, но просто долгое время не были связи, поэтому нам надо действительно постараться познакомиться больше и больше с друг другом. И каждый из нас, который сможет, должны поднять какой-то шаг в этом плане. Ну и еще конференции проходят и в Москве, и в общем, в России, и Иране по иранистике, по высоковетниям, и можете познакомиться. Я как пример вам скажу, что совместно с Институтом Востоковедения и Архивом России мы провели в прошлом году в Тегран 500 лет взаимоотношения и грани Российской Федерации, а в этом году, в ноябре, как раз 15-16 ноября, в Институт Востоковедения проводятся ответные конференции в России. В прошлом году в Иран провели, а в этом году проводятся в Институт Востоковедения 50-летие взаимоотношения и грани Россия, и будет выставка архивная тоже. Можете посмотреть на сайт Институт Востоковедения и заинтересоваться, и участвовать тоже. По вопросам Каспия, конечно, правовой статус Каспийского моря это одна из тем, которые в полчаса 15 лет уже 5 стран, 3 Каспийские страны ведут приговоры, и есть успехи, конечно, просто это понятно, что ясно, что совокупность там вопросов есть, которые надо решить, и по вопросам моря, и под море, и в общем совокупность, экологически, и энергически, и разные просто вопросы, разносторонние вопросы есть, которые надо решить, но мы надеемся, что поднялись очень серьезные шаги, и многие вопросы уже решены, но остались несколько моментов, которые и Каспийские страны должны о них договориться, и после того, что договоримся, об этих тоже, наверное, уже завершаются приговоры по юридической статусе. Но Каспия для нас всех очень важна, потому что Каспия – это не только море, это и экология, и культура, и транзит, и транспорт. В общем, это со всей этой стороны очень важно для пригостейских стран. Но по вопросам Курдостана, Иран за сервисность тренировки Ирака и против, как бы, чтобы разделить Ирака и думать, что абсолютно не вечное время, а вот все должны объединить сил против терроризма и говорить, не только террористов, а просто время не подходящее для того, чтобы еще в таком горячем регионе, как ближе нас, как ближе нас, как рак. И Ирак считает, что первый приоритет для Ирака – не очистит полностью рак от террористов. И полностью поддерживает это в плане центрального государства, центрально-государства в Ираке, и очень надеюсь, что все объединятся вокруг этого пара. Потому что любой другой шаг может считаться разрывом, вот он в этом плане в армии старистов. Но то, что по атомным соглашениям уже, по атомным соглашениям, мы считаем, что вообще Ирак считает, что атомные соглашениям. Очень серьезные вопросы, мы не задаем, я думаю, что более высокий и... По атомным соглашениям я считаю, что Ирак считает, что Это не одностороннее соглашение или двухстороннее соглашение. Это многостороннее соглашение 6 стран подписывали, и после того, что он был подкажен. Поэтому, как и в разных странах, как в Германии, как в Франции, как в Англии, и неоднократно говоря, и в том числе, вчера министр на странах Германии сказал, что это полезно для стативных объемов и в мире. Мне кажется, что это соглашение сохранится, не нарушается со стороны других стран, и, ну, если вот это нарушить, Иран уже будет открыто, без сомнения. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за субтитры. а именно в каких сферах развивается отношение России с Ираном, какие приводов... Россия, Россия с Ираном. Да, и какие приводов, которые мы сейчас дают приводов по сфере технической, экономической, медицинской, медицинской... Зачем он работает? Здравствуйте, у меня был Влад Славов. Я студент Белокурса, в отношениях. И хотелось бы задать вопрос в направлении на передачу вашего канала, как скажем, Так, были ли такие случаи в вашей карьере, когда вы с вашими коллегами вынимали друг друга, и были ли такие случаи, что они с какими-то слишком далеко, уже равные тренинги и... Вадим. Спасибо. Ну, еще раз, пожалуйста. Были ли в вашей карьере такие случаи, чтобы вы сферах понимали друг друга, и... Пригодились какие-то такие случаи? Ну, еще раз. Здравствуйте, меня зовут Кашарф Александр, я студент Белокурса международных отношений, и у меня вопрос по поводу отношений канала США. Политика Умена Трампа не совсем однозначна, ну, оценки его политики. И я бы хотел спросить, какие сейчас отношения, и от чего зависит отношения в будущем? Положительные или ответственные? До свидания. Ну, хоть что... Эхотекам сладья порекомендовали вас сад послом и дипломатами, или нет. Да, в вопросе нет. Да, в вопросе нет. Да, в вопросе нет. Да, в вопросе нет. Ну, ответить на этот вопрос... Не легко. Ну, это зависит намного от ваших интересов, конечно. Я как раз сам спикер в жизни, и у меня разные аспекты. И я два срока веду советники посла и посла, и потом полностью делал транспорт. Я уходил из политика, из дипломатия, и стал в 2004-2005 году профессором финансового государственного университета. Может быть, вам интересно, поэтому сейчас я не карьерный дипломат. Я по старту являюсь членом научного совета финансового университета как раз с помощью народных отношений. Если вас интересует, у меня пришла только что неделю назад в Петербурге последняя книга на русском языке. Вечла издательства «Восточная литература Академия. Взаимоотношение играми Центральной Азии». Это была книга, которая была поднякована играми пять лет назад на российском языке, в МИДе, в Институте МИДе, а сейчас в Петербурге, в Петербурге и Вечла на русском языке. Но я сравниваю, что предпочитаты научные, в том числе и политические. Но каждый день свое. В МИДе все есть, в Петербурге. Поэтому работа дипломатами – это, конечно, большая возможность, чтобы служить своей стороной, и защитить интерес свою страну, своей стороне. Но и до поручения работа тоже немаловажна. Поэтому это профессора, который посвятил дипломатику, если бы не была общая сфера, где они посвятались для дипломатии и политики. Но я могу сказать, что и дипломатическая работа – большая ответственность. Может быть, многие со стороны смотрят, а думают, что как хорошо живут послы, как большие резиденции, «Мерседесы», «Славик» еще. Ну, это может быть интересно для года или два. А потом действительно остается та ответственность, которая… Поэтому… Ну, это, с другой стороны, очень интересная работа. Воскречаешь многих людей, вот еще попадаешь в Соките, которые очень интересны. Особенно, если ты работаешь в дипломатике, а по той стороне, как Российской Федерации, как Иран. И, в общем, такие серьезные страницы, которые сталкиваются проблемами в мире. Но я считаю, что это важный аспект, и здесь волшебная ответственность. Поэтому любой, как и другой студент, который имеет энтузиансы к этому, обязательно должен стараться, и это дает ему возможность служить свою страну и свою народу. Ну, и достаточно интересная работа, ответственная работа и интересная работа. Не знаю, я мог ответить на ваш вопрос или нет? Приблизительно… Вот приблизительно. То, что те, которые держат Российской Федерации, они действительно могут работать или не идут работать, я думаю, что эта возможность распространяется и усиливается вообще этот аспект. Потому что взаимоотношения развиваются и… Но для кроссийского языка неважно только работа здесь и хай-ян, и ха-фензи… Есть… Российская рука здесь работает… Хаун Маскуле… Её знаете, мы в коллегии… Из… Российской Федерации… Российской Федерации… Она… Я думаю, что это не сраблитиво, что вы работаете на хай-ян, на ха-фе-зи, на ха-фе-зи и получаете… Получаете те же зарплаты, которые мы получаем. Потому что работают с хай-ян и с ха-фе-зи и на ха-фе-зи и на ха-фе-зи, это сама жизнь просто… и большая, можно сказать, зарплата, если не материальное количество. Но и материальное тоже все развивается, и с татарасами тоже, поэтому я надеюсь, что те, которые... А если из всяких рекламы, я открыл, наверное, в СССР, если вы учите язык, я имею в виду работу. Если всё-всё с английским тоже так, с арабским тоже так, если действительно вы учите язык, точно не имею в виду работу, без сомнения. И, как я вам сказал, это возможность тоже есть, что вы участвуете в получении квалификации, и ещё те, которые учат в СССР и надо узнать, что это не только способство отправить на повышение квалификации, в среднем курсу. Есть институт, есть два института, которые вы можете попринимать, если вы прописываете, институт ДФОДА, третий-надцатого университета, а есть ещё и факультет изучения мира. Там есть карты регулистики, которые принимают даже на долгосрочные периоды, которые уже принимают в СССР и за отбежа на карты регулистки. Но то, что бывают такие моменты, когда дипломаты не понимают друг друга и спорят, очень часто задача дипломатии о том, что найти где-то именно где там есть спор. А если мы будем говорить, что значит дипломатия, дипломатия действительно, чтобы решить очень сложные вопросы с минимальными тряхами просто. Вот в чём качество дипломатии, чтобы получить максимально и трях минимально, потому что есть те, которые решают вопросы, но строят, да, и разрушают, разрушают что-то. И с минимальными разрушениями и тряхами решить большие вопросы. Поэтому именно дипломатия дает те задачи, которые очень сложно решить этот спор. И дипломатия очень важна, чтобы найти взаимодействие точки, чтобы в спорных случаях найти взаимодействие точки. И на основе это уже решить. Поэтому дипломаты очень часто спорят, но не кричают, конечно, и мало когда кричают. Но спорят и ещё часами, когда... ...но попитаются найти вверх и ситуациях. Но то, что... Про Иран, Россия, Северное и Американские отношения... Иран считает, что у Соединенных Штатов Америки абсолютно неправильная политика, не только относительно к Ирану, но и вообще другим. А вы, видите, не все увидели результаты. Вообще по этому, который вела Америка на ближнем москопе, в результате Иракии, в Сирии, в Библии. Поэтому пока эта политика продолжается, и пока даже стандарты продолжаются в нашем регионе, и в серьезной основе для диалога нет, и для... Можно только надеяться, что со стороны Соединенных Штатов Америки изменится что-то, и... Они будут справиться с этим правом на политику, не только в регионе, и в общем, в мире. Но я надеюсь, что я ответил на все вопросы, и надеюсь, что еще у нас появятся возможности с вами общаться, и... Служат ваши мнения позже. Но все это я поставлю точно, и... Желаю всем вам удачи, успехов и здоровья. Если вас интересует, конечно, иран, иранская культура, и садите тоже. У меня есть и страницы, и спуки, и, да, российские языки, и русские языки. Это журналы тоже есть только там, и если вас интересует, можете присоединиться к этому тоже. И я очень надеюсь, что вы успешно завершаете свои учебы, и те, которые хотят стать дипломатами и послами, только дойдется этим, конечно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ МGAN АПЛОДИСМЕНТЫ ЭТОМА КИМЕР